Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья и это разоблачение фейков в пабге, рубрика где мы проверяем всякие странные и необычные моменты из пабга и пытаемся понять, есть ли там монтаж, читы и прочая нечисть. Сегодня в выпуске будут очень классные видосы без очевидных фейков, которые вы не любите, так что надеюсь вам понравится. И да, по традиции должен вас попросить, если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь, потому что многие ребята смотрят, но подписаться забывают, а некоторых ютуб и вовсе сам отписывает. Поэтому давайте, тыкайте кнопочку, наливайте чаек, устраивайтесь поудобнее, а мы с вами начинаем. Первое на сегодня видео из ютуб нарезки с фдф моментами, давайте его посмотрим. На нем чувак бежит с револьвером, прыгает с балкона и очень уверенно ставит хэт в полете, причем сам он довольно сильно удивился. Вопрос, что это было? Читы или с револьвером, правда можно в полете ставить такие хэты? Кидаем ролик Артему и идем разбираться. Ну че, че, это не фейк, как ты вообще тут? Почему? Как ты нахуй тут вообще думаешь? Тебе не кажется подозрительным, что он в полете просто хэт ставится, вот с этой пугалки? Нет, это по Абб... Я с ним стрелять не умею в обычном режиме, как можно в полете выстрелить? Ну да. Ну пойдем покажем, как это делается. Ну давай покажу тебе щас. Там еще, я не пойму, вот человек, которого он убил, он был в шлеме или без шлема? Ах, ты насрать, с чем он был. Так нифигасе, ты че, он с одного выстрела его убил, считай. Ну бывает. Ну ты Артем, Артем. Это ДМ какой-то, блядь, просто знаешь, типа. Ну ДМ ДМом, ну фраг-то есть. Ну да. Причем там хэдшот именно. Так, ну чисто теоретически я полз... Че, 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 гадкое это место. Да, я понял. Территориально это гадко. Сразу туда попадем, там посмотрим. Ну давай, ну да. Так, ну вот дом, давай, вставай туда. Сейчас я 300 патронов собираю. Ты глушители ставил, нет? Нет. Ну там че, без глушителя стрелял. Так что мы тоже должны без. Ладно. Так ну давай я тебя сразу вырублю, чтобы... Ну ты, ты встань. Я попытаюсь вот пару раз попасть. Ты че, мою шляпу нацепил? Ты че? Твою шляпу, да. Ну смотри. Разбегаюсь такой, да? Пф. Дохлый номер. Даже в тело не попал. Сейчас еще пару раз. Сразу видно, нубик. Все, я пошел. Давай, пап, научись стрелять. Тебе сразу череп снести? Да. Я два раза могу стрелять даже. Ну вот один раз попал. В тело попал. Ну что, ты до сих пор думаешь, что это не фейк? Да. Может все-таки у чела какой-то прикольчик. Это не может быть фейк. Вот, я тебя в голову сейчас долбнул. Да, попал. Но шлем почему-то целый, кстати. Ты подожди, подожди. Стой, 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 стой. Не стреляй. Я щас подхилился чуть-чуть. Давай шлем сниму. Окей, давай. А это уже где-то десятая попытка. Давай, Артем, где твой... Где твоя хватка? Это не от меня зависит, понимаешь? Эхо, было время. Артем бы с первого раза такое сделал. Эхо, было бы, блядь. Удачи, стащить рандом эксперименты, конечно, да. Как с деревом всем. С деревом это, конечно, да. Сином было. С деревом это, конечно, да. Сином было. Так вот? Угу. А в голову было? Угу. Да, в голову было. Красавчик. Не, ну в принципе, окей. Ладно, возможно, ему просто сильно повезло. Поэтому он с первого раза попал. Ну да. Какой-то даже шлем смешной был. Там, да, там второй, по-моему, был. Короче, не фейк. Правильно? Ну да, я сразу это сказал как. НИХАУ! После минут 15 проверки оказалось, что это не фейк. Повесить такой хэт вполне реально. Особенно, если у противника мало хп. Так что берите на заметку, повторяйте и прислайте к нам в рубрику. А вот где еще можно делать сочные киллы, так это в кроссаут. Массовое заражение охватило онлайн экшн кроссаут. Захватывающий сюжетный режим получил новые миссии. Одолись сам или вместе с друзьями боссов Колизеи. Пройди кампанию, раскруй тайны пустошей и получи уникальные награды. Собери тачку из старого хлама и новых технологий. Навесь миниганы, огнеметы, лазеры и гранатометы. Подбери детали по своему вкусу. Ты можешь сделать огромный танк с пушками или стремительный болид с дробовиками. Захвати железных коней всадников апокалипсиса. Война, голод и смерть уже в игре. Каждая со своей уникальной особенностью. Участвуй в сражениях с другими игроками или клановых битвах. Зарабатывай награды и выбивай ресурсы из слабых противников. Трать награбленное на прокачку или покупку новых машин, а ненужные детали и оружие продавай на рынке другим игрокам. Просто открой карту мира и отправляйся в бой или на миссию. Качай кроссаут бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы. Следующий момент произошел у стримера под ником Snuffer. Давайте посмотрим, что случилось. Он стоял себе ждал аэрдроп, как вдруг враг влетает прямо в коробку, он отлетает в него с бешеной скоростью, но не наносит совершенно никакого урона. Момент интересный и мы решили проверить. Правда ли можно вот так отбросить аэрдроп, да еще не получить урон. Смотрим видос с Артемом и идем проверять. Скажешь, когда подглядываешь, пока у меня твич загрузится. Ну все, давай подглядывай, в принципе можешь. Так, ну все, я наблюдаю. Давай. Нормально. Но это не фейк, это наша любимая игра. Но прикольно, если на самом деле аэрдроп так сейвит прям. Я бы посмотрел бы на такое. Но обычно, когда чел на тачке врезается в аэрдроп, а за аэрдропом стоит чел, то он умрет. Чел, который стоит за аэрдропом. Тут видишь не так, он в него врезался прям на сильной скорости, и ему ничего не было. Тут просто баги забаговались. То, что у нее наперед упал этот аэрдроп, она подлетела и все. В этом-то есть прикол. Это не фейк, но это херен повторим мы его так. Ну давай хоть попытаемся. Ну давай. Айу-оу. Айу-оу. Блядь, ну мы умрем, если он у нас аэрдроп так. А вдруг нет, вдруг с первого раза получится. Айу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. О, летит. О, летит, летит. Вот все, давай его преследовать и прям за ним. Давай скинь, пожалуйста, прям тут, пожалуйста. Давай. Какай, какай, какай. Давай. Давай. Ой, ой, все хорошо, смотри. Так, давай сразу проверим, кто стоит. Я стою? Я стою. Окей. Третий. Так, ну все. Ну ты вам подгадаешь, да, тайминг? Ну я стараюсь. Ну вот. Что-то подобное я и думал, что будет всегда здесь. Так тяжело, понимаешь? Страшно, что не успеешь. Так, ну я думаю, успею. Давай. Или не успею. Давай, давай, давай. Дохлый номер. Ну что за дела? Поздняк. Давай, 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 давай. Дохлый номер, не успеваю. Дай разгарзовое сегодня. Разгарзовое, давай, давай. Щу-щу. Да сука! Да почти же, ну что такое? Ну да, убей там всех. Я не понимаю, там такую надо пиксел поймать маленький. Вот как с деревом гребаным. Мне нравится. Давай быстрее. Ну что там такое? Похоже, что-то было. Похоже, что-то надо дохлый номер был. Ты попридержи копыт. Что-то, что-то опять. Давай на него по приколу заезжай. Вот так смотри, вот. Вот оно, вот так оно работает. Вот так вот оно. Только парень твой бандит, я так скажу. Парень твой бандит, давай. Едь, 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 едь. Да как? Он же забаговался сейчас. А как я сдох? А тебя Айр убил? Меня убил Илья Индзескай. Ну я понял, на коробку в тебя прилетело? Ну да, оно как-то пролетело, проскочило и убило. Повторить момент один в один у нас не получилось, но было что-то очень похожее. Поэтому лично мы считаем, что это не фейк, нужно просто очень много удачи. А как считаете вы, напишите в комментариях. Быть может у вас даже была такая ситуация. А мы идем дальше. Третье на сегодня видос присылали очень часто, хотя на видео вообще самый старый пабк. Давайте посмотрим, что там такое. На видео испанский коллега поджидал одного врага с дробовиком, но ему на прицел набегают сразу двое, он стреляет и убивает двоих одним выстрелом. Очень эффектный килл, кидаем видосик ребятам и погнали проверять. Так, 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 я первый посмотри. О, какой старый пабк. Пабк старый, да. Это до преображения, я понял. О, перфавор. Это же не фейк, мы такое же делали. Мы делали такое, но ребята опять кидывают. Скидывают такое. Да, это не фейк. Я думаю, мы вообще изи это повторим. Да. Да, изи. Мы такое делали на баге, я помню. Там получилось. Мы такое делали, когда помнишь, с общаги прыгали. Не, 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 мы такое на баге еще делали. Когда ты ехал на баге с подписчиком, с масленком. Да насрать, вообще, какая разница. Ай-яй-яй, Артем. Не-е-е. Так, а в чем здесь прикол? Здесь нужно сказать перфавор или что? Ну да, убиваешь, говоришь перфавор, все, не фейк. Понял. Так, что мальчишки, упадем в починку, наверное. Мне кажется, там... Это в рожке было записано. В рожке? Ну да, в рожок. Да, в рожок. Давай. Я поставлю метку тоже на этот момент. Ну я метку, конечно, вижу твою. Ну ты не увидишь, я Никите показываю только. Понял, понял. Да, только Никите писал свой, показываю. С тебя тебя. Я видел. Да, я перфавор делаю. Я перфавор делаю сегодня. А так же сказать? Кто так же сказал? Я скажу. А челк не хочешь найти, чтобы больше шанс был? Мне кажется, шанс и так уже выше некуда. Давайте, мы прям так в кучку потренируйтесь, порепетируйте. Иди, давай вот так в кусту встаем. С куста? Давай. Типа, раз, два, три. Так, бежим, таки, хоп. Нет, пацан, дохлый номер. Надо вместе. Нет. Сейчас уже поближе, да? Поближе, да, но все равно не одно время. А что вы бежите? Вы можете просто выйти так. А не помните повод. Вот так. Не, не, не то. Вы не понимаете. Смотрите, там один чувак шел вот так, один заднего шел вот так. Они в рядок шли. Еще 3-5-й жой-то. Во, типа того. Только сюда еще смотрите, чтобы как бы фас побольше был. Давай, раз, два, три. Оу. Все, раз, два, три. Ай, блядь. Поломался. Поднимать. Пересмотрите еще раз видосы, они прям друг за другом выходят. Никита, стой там, я вот так, знаешь. Сейчас, сейчас. Когда увидишь, когда я подбегаю, просто направо иди, окей. Они так медленно вот отсюда выходят. Подстава, блядь. Ладно, пошли просто с куста. Пошли с куста просто. Давай. Раз, два, три. ЛОУЛЬ! ЛОУЛЬ ПОРФАВОР! ПИЦА, МАРИО! Не, ну все, изи, не фейк. Мне кажется, такое даже в обычной игре может быть. ПОРФАВОР! Хе-хе, лол! Как мы и ожидали, повторить это оказалось очень легко, поэтому видео не фейк. Сделать двойной килл с дробовика более чем возможно. Ну и напоследок, куда же без любимого PUBG мобайла. Само видео из тиктока и судя по комментариям, меня тут ждут очень давно. Итак, смотрим. На видео человек с дробовика стреляет где-то рядом с контейнерами и убивает врага, который находится на самом верху горы. Опять же, очень эффектный килл, который вызывает много вопросов, ведь расстояние все-таки не маленькое. А вот что это было? Читы, монтаж или постанова? Давайте разбираться. Ага. А, ну это мы такое уже делали, только это... Это пиздец. На компьютере делали такое, помнишь? На Мирамаре. Да, да, да. Я думаю, это не фейк, потому что на компьютере это был не фейк. Угу. Но мы будем делать это 3000 лет. Мне почему-то кажется, что это легко будет. Мобайле. Ну давай. Все, давай, Гаре, падаем. Уля, какой самолет красивый. Нормальный. Сразу видно, игрок в игру. Так, ну давай, я падаю тогда на контейнеры. Ищу дробовик. Ты падай сразу на гору. На гору. Угу. Стой там, лови маслины. Я хп немного потрачу, чтобы подегче было. Я пал. Давай, сейчас я найду дробовик. И компец тебе. 300 кадров. Дробовик. Опа. Дробовик есть. Патроны сейчас еще найду. Давай. Чтобы 5 лет это проверять. Так, я сейчас посмотрю точную позицию, откуда он стрелял. Кажется, я нашел точно такую же позицию. Где? А, вон вижу. Вот оно, вот оно, да. Вот, вот я прям на горе стою. Все, я вижу тебя. Можешь приколосовичь. Он еще и попал в голову ему. Вау. Вау. Это как так вообще? Удевай меня. Ага, я увидел, что прилетело. О, попал. Давай, давай еще и убьешь меня. Еще. Давай. Еще. Повыше. Повыше, подиже. Стреляй, куда стреляй. Туда стреляй. Ну, давай еще один давай. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай, давай, давай. Да что такое? Давай, заряди. Ну, попади уже, ты что? Я вижу, что они рядом прям по тебе попадают. Да все уже ждут, когда ты это. Все уже стоят, ждут. Все встали. Ох. Ну, давай. Перфавор. Че так изи-то, алло? Ну, это Папа Мобайл, потому что вот так вот игрулька. Тут вроде есть что-то типа Аима, да, если я не ошибаюсь. Ну, я не знаю, про какие-то там Аимы говорят, что это лучшая игра в мире. Короче, это не фейк. Я тебе сразу это сказал. Да ты всегда все сразу говоришь. Да. Артем, это вообще молодец, хороший парень. Оказалось, и это видео тоже не фейк, и в Мобале его очень легко повторить. С такого расстояния понадобилось всего лишь три попадания с дробовика. Так что, если увидите врага за тысячу метров, и в руках у вас будет дробовик, не сомневайтесь, берите и действуйте. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на меня, на Артемку, а с вами были я и Артем, как ни странно. Всем удачи, всем пока, и до скорых новых встреч. А, и чуть не забыл, обязательно скачайте красаут, поиграйте, очень классная игрушка. Ссылочка будет в описании.